Полицейских, которые усмиряли студентов, а через некоторое время один из студентов выстрелил в ректора семинария и убил его. Значит, это были споры о автокефалии Грузинской церкви, о самостоятельности, на которую должен получить край. И было это чрезвычайно напряженно. Что касается автокефалии, я сразу скажу, потому что эта тема очень важная. Значит, начиная с 1907 года на предсоборном присутствии, которое готовило собор, обсуждался вопрос об автокефалии Грузинской церкви. И, значит, там несколько человек выступили за то, чтобы предоставить старейшей грузинской церкви сестре автокефалию, среди которых был будущий патриарх Тихон Белавин. Но такие члены собрания, как Победоносцев, как Востоков, они, в общем, забаллотировали это. И провалилась идея предоставления автокефалии Грузинской церкви. Тогда как последний наместник на Кавказе, Паранцов Дашков, все время говорил, что спокойствие и мир на Кавказе зависят от взаимоотношений церквей. И если не будет как-то упорядочена эта сфера, то будет плохо. Это что касается верхнего какого-то уровня. Что касается движения непосредственно снизу, а так решили, как раз именно этим и занимался, создается общество по распространению грамотности среди грузин. Дело в том, что в XIX веке служба Грузинской церкви, которая всегда велась на грузинском языке, была в обязательном порядке на русском. С большим трудом удалось основать училище, которое осваивало грузинские песнопения на грузинском. Это была большая акция. Так что общество по распространению грамотности среди грузин, начиная с кружка любителей, очень скоро превращается в одно из авторитетнейших каких-то образований, к которому идут не только материальные пожертвования, сколько ценностей, рукописей. Все, что можно было сохранить из церковной отвори, из истории грузинской церкви, все это связано с этим вот обществом. Кстати сказать, вот я кусочками, урывками работала в архиве Академии Вернадского, и там есть диссертация студента, докторская диссертация Корнелия Кикелидзе, на 815 страницах, описание исторических древностей в сельских церквях Грузии. Надо сказать, что политика изучения грузинской церкви в Киевской духовной семинарии, начиная с первого ректора, с Евгения Балхаритовна, была на протяжении всего XIX века, за что митрополиту Евгению огромное спасибо, может быть, это выйдется и какое-то более весомое образование. Что же касается Такашвили, то он не просто занимается собиранием и консолидацией, что ли, каких-то сил, он старается давать научное описание. В самом начале деятельности одна из первых его работ завистниками была объявлена плагиатом и подражательным. Значит, он пытался прибежнуть к товарищескому суду, но суд как-то ушел от решения этой проблемы, тогда он решил вызвать на дуэль человека, который его обвинил. Вообще, надо сказать, что дуэль в конце 80-90-х годов на идеологической почве – это постоянная тема. Мне так нравится. Нико Николаев вызывает цензор на дуэль, когда он запрещает номер журнала, и, в общем-то, грузины – люди горячие. Если бы не умешать в свою гиджу активацию, который тоже причислен грузинской церковью к сонму святых, как Илья Праведник, то дуэль бы состоялась, неизвестно, что было бы дальше. Ну, удалось эту неприятную ситуацию разрешить, и Дакайшвили начинает сначала очень скромно в жанре экскурсии путеводителей описывать ценности Грузии, которые, ну, в общем, в довольно большом загоне. Начиная с 1903 года он описывает эти храмы, и среди прочих он отправляется в южную часть Грузии, на Фтау-Клавдете. Это было несколько экспедиций, начиная с 1903 по 1917 год. В 1917 это была наиболее полная и интересная экспедиция, где ему удается описать, сфотографировать и напечатать некоторая часть, некоторая часть еще не напечатана, храмов, которые принадлежат к расцвету грузинской культуры классической. Ну, я сейчас, здесь есть и остатки церкви. А, я загораживаю, да? Сейчас, извините. Сейчас я, да. Ой, я как-то уже так построюсь. О, видно, да. Значит, это остатки крепости, ортономности. Надо сказать, что южная часть была, ну, наиболее лаконошной, и представится Тамаре, ну, это то, что на сегодняшний день осталось. Так, это Артануджи с небольшой кладкой. Это 9-10 век. Мне за тем, это церковь Бани, ну, такое вот название, которое, конечно, требовало консервации, реставрации чего угодно. Сейчас это ненамного лучше состояние этого, хотя турки очень хвалятся, что они сохранили для Грузии. Ну, вот это та же самая, тоже строение, вот, с этими окнами и с любопытным таким декором. Это церковь Ишхани, одна из вручательных построек. Вы видите, вот, даже по тому, что осталось, насколько это было величественное строение. Так, это вот как раз система арок. Да, это Ишхани с другого ракурса, потому что здесь, конечно, видна византийская традиция, вот барабан, он несколько ниже, чем характерен для грузинских церквей. И вот, там же прекрасная вкладка каменная, видите, вот, все такое львбой, сопоставима с Никожей, да. Это те фрески, которые сохранились в Ишхане, Георгии Синьфалёвстах. Да, да, да. Обращаю ваше внимание на то, что в Куполе у нас не фантократер, а крест. Следующий вид Таук-Ламблеты, вот как раз та часть Турции, которая, ну, сейчас туда довольно много экскурсий есть, и это от Экклесия, ну, в честь четырех евангелитов, вот четыре. Ну, вы видите здесь три окна на западной фасаде, символизирующие Троицу, галереи, которые поддерживают центральную часть. Надо сказать, что храм Святой Экспавелии, да, тоже имел вот такие галереи, но в XIX веке к приезду какого-то церковного начальства их сломали, и осталось только, значит, ну, воспоминание. Это внутренность от Экклесия, тоже один из очень крупных и ярких на храмах, значит, остатки росписи, вот тут тоже внутренний вид с очень интересным игрой света вообще для грузинских церквей. Вот это продуманное окон и светового соотношение было очень важным. Это кошки тоже храм, вот это так же. Чем-то они напоминают Святой Экспавелия Лаверни, то есть лучшие храмы того, как XII века, но есть свое отличие, вероятно, близость к Лизантии, близость к Курции, она дала совершенно своеобразная каменная резьба, и здесь вот, видите, колонна, будет интересно, да, база такая мощная, это тоже ложки с другой стороны, так, вот, это изображение святых, так, здесь, я даже не знаю, это уже еще один храм того же времени, описанный имя Тахашвили, храм Пархали, от него совсем мало чего осталось, но тем не менее видна вот эта вот система окон с XII и XII века, как в некоторых церквях, а это вот то, что на сегодня там происходит, да, так что, когда Тарковский показывает животных в храме, это не преувеличение. Нет, это уже рельефы, из ложки, видите, как бы ангелы, и разные. Я думаю, что здесь нет необходимости комментировать. Это крепость Торту, значит, это светское строение, но очень важный портификационный порт, и, значит, был тоже описан. Надо сказать, что в последней, это общая карта, в последней экспедиции, которая была в XVII году, среди членов участников был такой человек, как Илья Зданевич, Илья Заневич, если вы помните, братья Зданевичи незадолго до этого, за пару лет до этого, открыли такого художника, как Никол Перасмани, и очень много сделали для того, чтобы к нему привлечь внимание, но Илья Зданевич, будучи человеком, удивительно интересным, подойдите за это, да. Значит, он вместе со своим близким другом Ледонтю погибшим во время первой войны, основал такое творческое направление всячества, которое отличалось, как он говорил, Георгий, почему ты будешь помолчать? Помолчать, помолчать, потом будет кино, потом будет кино, будет, будет, не волнуйся, все будет. И Даневичем очень интересно, ну, подожди, я могу обниматься. Так, все равно, да. Даневичем, вот, да. Ну, я начала говорить про албанский язык. Первая драма, из Даневича это называл дра, была написана на языке современный интернетный язык, это жалкое подобие того, что было в этой пьесе, Янко Круль-Албанский. И очень многие эксперименты там, и Мрожика, и в области театра связаны с тем, что делал Заневич своих драм. Он написал пять драм, и, в частности, осел, который перешел. Надо просто закрыть, ну, там, пальцем рот, потому что это на публику, это ничего ему не больно. Да, ну, простите, да. Избаловали, что слишком много внимания к персонажам, все скрывали всех. Ну, ладно, это что касается Заневича. Простите, что так сомбурно. Что же касается Этимии Тахайшвили, то вот здесь у нас Ханс, да, это тоже один из замечательных центров. Николай Марк нашел в 13-м году житие Григория Хансдели 9-го века, напечатал с комментариями, и это одно из классических житей, которое сейчас известно в Крульзинской церкви. Что касается самого Этимия, то его экскурсии, которые он очень скромно напечатал, когда Марк увидел, на каком это уровне и что это такое, ну, в общем, за эти экскурсии Этимия Тахайшвили получил большую золотую медаль от российской академии наук. Это равно Демидовский премии. Ну, находясь в Грузии, он очень много делает вот какого-то просветительского, не печатает, занимается эпиграфикой, нумизматикой, ну, всем гуманитарным кругом вещей, в числе прочего, преподает в гимназиях, во второй гимназии, в женской гимназии и организует, это тоже вот Хансда, нынешнее состояние храма Хансда, где вот ядро этого частного заведения очень скоро станет основой университета имени Тахайшвили, первым лицом был историк Ивана Тахайшвили, а вторым, Этимия Тахайшвили, начинает строиться Тобилисский университет, и Этимия присуждает в гимназии с кауза название профессора. Значит, это все происходит в течение трех лет, когда меньшевицкое правительство находится у власти, это коалиционное правительство, что они успели сделать совершенно замечательное, они послали большую часть молодежи учиться в Европу, и поколение, которое в советское время вынесло на своих плечах грузинское искусство, они все в юности получили возможность пожить в Париже, и это такие художники, как Лазо Гудьяшвили, как Эльчка Аплиттиани, Кит Иван Магалашвили, прекрасные совершенно художники, ученые, если художественная интеллигенция была молодая в Париже, то ученые, это в основном немецкие университеты, очень сильно интересная психологическая школа, такой человек, как Академик Узнаца, который разработал теорию установки и занимался коллективным, несознательным, очень яркое изменение в мировой психологии, но это происходило совсем недолго, потому что вскоре всех, кто учился в Германии, всех объявляют немецкими шпионами, в 30-е годы репрессии в Грузии, они просто ужасно сильны, даже они сильнее, чем в России, хотя в России тоже, например, гадно разгоняют из-за того, что они начинают издавать собрание сочинений геодокомментированные, и, значит, всех объявляют немецкими шпионами. А что касается самого Академии Такайшвили, то он в меньшинственском правительстве ведал ценностями, художественными ценностями. Надо сказать, что к 1917 году, когда Грузия получила независимость, у общества по распространению грамотности среди грузин, было свыше 9 тысяч уникальных рукописей, в том числе пергаментных, там, 9-го, 10-го века, было там, шитье, ну, чего только не было. И Академия Такайшвили вывозит это все по Франции. А дальше он создает по Франции грузинский комитет, и правительство в изгнании продолжает существовать до 1933 года, когда ООН признала Советский Союз, и вот эта грузинская эмиграция оказалась нелегитимной. Но в отличие от русской эмиграции, она очень невелика, численно и очень бедна. Так вот, Академия Такайшвили, который очень скромно живет во Франции, тем не менее он ходит там по опции, он старается, то есть он приумножил чуть ли не на третье количество ценностей, которые он хранил. И, кроме того, он начинает ходить по судам, потому что возникают претенденты, в частности, одна из, там, соломер-глианин, требует, чтобы ей выделили часть, поскольку это принадлежало им до, ну, в последний год, 19-го века. Суд она тут выигрывает, но это все страшно, тяжело. Он дает уроки, там, греческого, латыни, он очень хорошо образован, естественно, знает все европейские языки и бедствует ужасно. Когда начинается война, он перевозит все эти ценности в Лион, в банк на хранение. И просто, знаете, это Господь промысел какой-то такой строил. Там, значит, в результате каких-то военных действий пострадало вокруг все, но вот то место, где хранилась эта коллекция, оказалось сохранным и ценности остались. Но, значит, с него требуют огромные суммы за хранение, ну, за аренду на французское правительство. Короче, нечеловеческими усилиями удается ему и в ближайшем окружении с куртинской миграцией, сохранить это. И когда уже совсем трудно, то он пишет, Шалвейзунчу, Анаренашвили, это директор художественного музея, его ближайший друг из Подвижник, который остался в Грузии и возглавлял музей искусств, не могу не сделать отступление. Папа вспоминал, что когда его тетушка, бабушка Анечка, жена старшего Багратион-Магранского собирала детей на обед, бывало это нечасто, то первый вопрос был, какого прадедушку проедаем. Дело в том, что Шалвейзунчу периодически покупал, значит, вот у нее какие-то портреты Багратион-Магранских и какие-то ценности, и таким образом можно было просто подкормить детей, большинство из которых были в семье нарепрессированных, но это я опять уже на собственную историю тяну, простите. Что касается вот этой просьбы Дакайшвили как-то повлиять на французское правительство, на то удалось, значит, передать Сталину об этом, и он лично просил Деголя, чтобы эти ценности вернулись в Грузию. Что и было произведено в 45-м году, когда вместе с ценностями Дакайшвили погрузили в самолет и привезли в Грузию. Встретили его очень торжественно, сделали академиком и посадили под домашний арест. И с 46 по 53 год он фактически находился под домашним арестом. Его приемная дочь, которая смотрела за ним, ее арестовали, и, ну, вот это, я не знаю, как это назвать, домашнее заключение, почетные ссылки это не назовешь, поскольку человек вернулся на родину и, в общем-то, осуществил дело своей жизни. Он продолжает заниматься научной работой и за эти 7 лет пишет очень много очень интересных статей и старается как-то довести то, что было сделано. Это тоже ханс, да? Храм, который он всячески... Это общий вид ханстый. Ну, это хохолин. И хохольская богоматерь я, по-моему, вам показывала вчера. Короче, вот деятельность их имени Дакайшвили, фактически находящегося под домашним арестом, она действительно способствует тому, что искусство Грузии и то, что было создано в классический период, и не только сохраняется. Ну, в 90-е годы, когда Грузинская церковь... Да, а после революции, это тоже какое-то, когда Грузинская церковь, ну, не то, что получила автокефалью, а стала автокефальной, до 41-го года она действует независимо. В 41-м году, с началом войны, русской и грузинской церкви, они, ну, как-то начинают между собой отношения. Хотя Грузинская церковь остается в абсолютном, ну, как-то сказать, полном единодушии на литургическом, богословском, каноническом пространстве, абсолютное совпадение с русским православием, но, тем не менее, Грузинская церковь существует сама. И вот Екатемия Дакайшвили решили за то, что он сделал на дни и вверх от сохранения культуры, причислить крик у святых, и мне кажется, что это вполне справедливое решение. Это вот в отношении такого человека. До 2011-го года ему наследие было, в общем-то, мало востребовано. Не были напечатаны какие-то статьи, в частности, вот результаты экспедиции 2017-го года, и многие вещи хранились под скобом, но последние вот пять лет какой-то очень большой интерес, и сейчас в сентябре будет конференция в Белизии, и там будет представлено широко наследие Дакайшвили в архитектурном плане, и много чего-то другое. Это что касается вот такого человека, Эфимия Семеновича Дакайшвили, 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 вот, это один замечательный человек, о котором мне хотелось... А когда его пронизировали? А? А когда его пронизировали? В 93-м, ну, в общем, в 93-м, да, это тоже, как более выйти крест наверху, остатки росписи, да, каменная резьба, это общий вид храма, это все на территории Турции, к сожалению, да. Это перегородчатая эмали, одна из самых крупных, и Хагульская Богоматерь, она была, она сделана вот в этой технике, ну, конечно, это, ну, 10-й век, вот, это остатки шамшеси, вот, ну, я думаю, что большинство из вас будет возможность посмотреть это живем, если мы все из нануных мною сегодня храмов, то, во всяком случае, довольно многие звезды. Это, что касается первого человека, колонизированной в Курсетской церкви, что касается второго, то, может быть, имя это вам известно, особенно, если кто-то, кто имеет контакт с Польшей, это отец Григо-Операции. Он также, значит, оказался в эмиграции, обладал необыкновенными лингвистическими талантами и способностями к научной работе. Значит, он начинает учиться в Дерлинском университете, через какое-то время ему предлагают там кафедру патристики, он занимается патриологией и, ну, восточные языки, в общем, знает и знает все, ну, как-то, не только из теоретических аспектов, вот, но через какое-то время он становится священником, поскольку грузинская православная церковь очень мало была представлена в Европе, в Ахвариже, церковь, которую грузин делили вместе с грехами, там был очень хороший настоятель, отец Илья Амелия, который умерший в начале 60-х годов, вот, а еще одну церковь, поскольку было довольно большое компактное проживание грузинских офицеров из меньшеветской армии в Польше, решают открыть именно на территории Польши, и отец Григо-Теранда, он становится там священником. Ну, человек совершенно тоже бескорыстный в жизни и очень, вероятно, привлекавший к себе харизматический такой вот священник. Воспоминания о нем сохранились самые теплые и самые трогательные. И когда Польшу вдвоем в немцы, он продолжает свою пастырскую деятельность, оказывается в подполье, очень много делает для спасения евреев, но, к сожалению, для того, чтобы назвать его праведником мира, должны быть свидетельства кого-то из спасенных, а это уже за 20 лет как-то трудно сделать, хотя косвенные свидетельства о том, что он многих спасал, они существуют. И он довольно интенсивно действует в подполье, пока кто-то не доносит. В 1942 году он оказывается васвенцами, он оказывается там вместе с некоторым количеством своих прихожан. И он погибает, ну, совершенно такой героической и мученической смертью, поскольку он пошел вместо одного из своих прихожан, у которого было пять, по-моему, детей, и погиб в Азенцине. Так что его тоже канонизировала грузинская церковь. И, значит, вот я просто хотела лишний раз назвать имя человека, чье и достоинство, и мученичество, и, конечно, имеет тему отношения к нашей сегодняшней лекции. Ну, вот то немногое, что я хотела сказать очень хранко. Спасибо. 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 Есть какие-нибудь вопросы? Разрешите, пожалуйста, на вопросы. Те, такие как канонизации, тогда были канонизированы? Тоже были? В 90-е были, да. Да. У нас тогда прошла серия канонизации, первую канонизировали июль Теркеванцев, на которой величайший поэт, государственный деятель, он очень много делал, значит, для того, чтобы объединить нацию, у него была такая теория сломанного моста, что, в общем, между аристократией и народом был мост, который был сломан, и надо его постановить и делать это именно на капиталистической основе. Он насловал банк, занимался там железными дорогами, акционерными обществами, чем как он занимался, был членом государственного совета, пользовался очень большим авторитетом. И вот в 909 году РСДР, ну не РСДРП, а это социалисты, кому будущие эти большевики, короче, они, значит, убивают его просто для того, чтобы не было такого человека, пользовавшегося авторитетом, и, значит, ну покороны его выливают, что такое народное просто волнение. Вот, его первого канонизировали, как Илью праведника, а затем канонизировали вот и Демитра Хайшвили и отца Григола Пирадзе. Есть очень хороший фильм, ну, русско-грузинско-польский, который делал Тамара Голоридзе, а отца Григори Пирадзе. Ну вот, так что вот такие у нас канонизации. Вот, хорошо. Еще вопросы есть? Большинство, и немногие, старые Чехии разрушены, не полуразрушены. Я уверен, что идет растворация некоторых. Очень мало таких. Очень мало. Это территория Турции. И это, и для них христианские памятники совершенно предметные. Предметные. Это, скорее, государство просто безразличное. Да, в лучшем случае безразличное. Отношения Америка-Грузия к Курсии. Враги. Ну, простите, я не политкорректно выступаю, но вся история Грузии – это противостояние и кровавые стычки, и после этого экономическая политика ужасно некрасивая, когда перемещают какие-то грузинские села иногда в огромных количествах, и на их земли селят татурок. Значит, это все обостряется во время Первой мировой войны, когда события вокруг Карса и Ардагана, которые приводят к геноциду армянского народа, они еще больше создают напряжение и из Грузии в том числе. Но надо сказать, что христианское население, они просто подняли восстание навстречу русским войскам, которые воспринимались как освободители. И тогда турки встроили геноцид и резали не только армян, но и грузин тоже. Вот. просто христиан, так что сложная вещь. Интересно, потому что, что касается других христианских памятников, интересующих западных туристов, есть большой бизнес. Их ходят в Каппадокию, в Потары, в Наюка. А это другая вещь. Нет, не сюда. Но зато из Грузии последнее время, поскольку у нас безвизовые отношения, ездят очень много экскурсий и стараются как-то что-то сделать. А все вот эти церкви, которые Вы показывали, они на территории Турции, да? Да. Это была цветущая часть при царице Тамаре, и это была в Грузии. Оттуда родом Руставели, откуда вообще очень много чего интересного. Ну вот, сейчас мы удержали это на территории Турции. А когда они удержали? Когда? В 14-15 веке. Иногда мы эти самые персы пытаются захватить. Ну, я буду говорить, наверное, завтра, когда буду говорить о Давиде Барамишвиле. В 18 веке у него есть поэма «Беды Грузии». И там он достаточно красочно описывает, что происходило и как. Большое количество междоусобиц, гордыни, борьбы за власть. В общем, история, как всякая история, трагичная и очень грустная. Ну вот Арарат перешел по Брест-Литовскому договору, да? Все что? Арарат перешел по Брест-Литовскому договору, да? А Грузия пострадала от Брест-Литовского договора? Да. Просто я не боюсь вам сказать. Я не знаю, никогда не нам интересовало. Потому что с точки зрения святым для Армении это был роковой момент, да? Да. Важно, что было с границей на Луке. Ирина Ильинична, а какая самая крупнейшая диаспора вне территории России? Ну, то есть, допустим, для Украины это Канада, США. Надо сказать, что грузинская диаспора в Турции очень большая. Когда Эксимир Дакашвили занимался своими вот исследованиями, да и он, ну, как-то старался войти в контакт с ними, очень многие даже не знали языка, но все равно помнили, что они грузины. В Эксимире там цвовали руки и говорили, что он спаситель нации, что угодно. Ну, в Турции большая диаспора. Некоторая диаспора во Франции, но такого серьезного центра, к сожалению, нет. Ну, Польша, было некоторое количество, ну, там. Ну, если в Турции такая большая диаспора, включая эти храмы, застребованы, они будут срушены? Нет. Они разрушены все. Нет. Дело в том, что аджальцы, это грузины-мусульмане, даже на территории Грузии, вот, потом и прочее. Это амусульманины и грузины. Вообще у нас в конфессиональном отношении у нас есть все. У нас есть грузины-евдоисты. И они, ну, эти-то, до сих пор продолжают придерживаться. Есть аджальцы, грузины-мусульмане, но есть католики в западной Грузии. Была, начиная с 17 века, очень интенсивная деятельность католических миссионеров. В последнее время есть протестанты, но подавляющая большинство, конечно, православные. Вот. Да, есть езиды, огнепоклонники. Ну, ну, все, все. Ну, хотите. Много кого. Очень в отношении иных конфессий была щадящая политика на Кавказе. И у церкви, и у правительства. Кстати, украинская диаспора довольно небольшая в Грузии есть, но про это замка. Да. Можно уточнить? Когда на Грузии? Кто? Такая жизнь? Нет, рептивная. Рептив? В 1863 году. То есть он прожил в 90-м году. Кто? Да. А со Данилевичем? Данилевич Умер в Париже? Данилевич Умер, по-моему, в 46-м году. А где? Да, в Париже. В Париже. Все. А это твой текст «Путешествие Аббата»? Есть. У меня есть на телефонной обложке сфотографированная «Путешествие Аббата». Есть ужасно интересная, с точки, вот я не знаю, Алексея, наверное, было довольно попытно, если он этого не видел, программа вечера, которую устраивают грузинские футуристы в Боржом, и там буквы вот так и всяк, и вообще очень красивая там, в шестовом отношении афиша. А в Париже существует? Нет, по-русски, по-русски. Она на русском. Путешествие Аббата? А, нет, 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 нет. Это не существует. Нет, по-английски, то есть он перевел на английский язык и издал. Да, очень красивые издания. И с Прикассо они дружили до конца, и все книжки, которые… А у Ильи Даневича идея, ну, я не знаю, такого визуального языка книги, вот так, если можно. У него было специальное издательство, которое ему помогли организовать, и те книги, которые он делал, они, конечно, шамноваторские. Да, Леша, наверное, знает, кто он. Хорошо. Ну, конечно, есть еще раз. Давайте, давайте, есть еще раз, давайте. Я думаю, что скажу. Про русский письменный язык, алфавит. Просто, когда это было? Он три раза. Уцули, Херднули и… Он есть самый древний, похожий на армянский такой, угловатенький, а потом есть средневековый такой, ну, такой, просто несколько букв есть, ну, лишних, по сравнению с современными языками. Современный на это 33 буквы. Красивый очень шрифт. Дело в том, что в отличие от армянского языка, где грабара, грабара, то есть армянский язык больше изменялся вот стадиально, грузинский язык более консервативный, и, ну, с некоторым напрягом, с усилием, ну, можно разобрать там очень часто. Потому что современный ребенок, слово оболку Игореве не может читать в подлиннике, ему надо там перевод. Ну, грузинский ребенок, бывший хороший ребенок, но с напрягом, ну, мог бы это делать, хотя тоже сейчас это адаптируется. Да и вообще в школу проходит неизвестно что. Вот, да, 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 да. Еще есть? Дрэц. Спасибо.